здравствуйте добро пожаловать на мой канал сегодня у меня блюдо вьетнамской кухни суп фобо начнем сахарные кости я хорошенько промыла затем замочила в холодной воде и несколько раз ее поменяла но при всем при этом первую воду я буду сливать заливаю холодной водой накрываю крышку и отправляем на плиту отключаю плиту солью промою косточки и заново залью водой вода закипела убираю огонь на минимум и буду варить часов 10 бульон у меня кипит уже часов 8 думаю достаточно я теперь отключу плиту дам немного остыть а затем процежу мясо закладываю в кастрюлю и заливаю холодной водой отправляем на плиту доведу до кипения как только поднимется накипь я эту воду солью наливаю сюда воды но немного буквально чтобы покрыло мясо потому что по мере того как будет вода выкипать я сюда буду добавлять костный бульон бульон я поставила на ночь в холодильник чтобы застыл он и потому что вот этот жир который на поверхности я его использовать не буду теперь я его очень аккуратненько вот так сниму отсюда часть этого бульона я перекладываю сюда к мясу дальнейшем приготовления мне понадобится лук и имбирь имбирь кожуру имбиря очищаю при помощи ложки так проще теперь при помощи горелки я обожгу лук это можно сделать и на сковороде и отправляю это все в бульон и проварю его до готовности мяса нарежу лук у меня два вида лука лук шалот и красный лук нарежу его соломкой очень очень тонко можно конечно поперек но мне так больше нравится если вы считаете что у вас очень горький лук просто залейте его холодной водой зеленый лук белую часть лука его так срежу а зеленую часть нарежу наискосок а белую часть немножко придавив нарежу на вот такие соломки с луком покончили базилик я буду использовать только зеленые листочки листочки мятые я нарежу перед подачей ростки фасоли которые я вырастила сама мы будем класть сразу в блюдо на колечки нарежу горький перец перец очень горький поэтому буду использовать немного мясо готово я достану его из бульона оставлю его остывать а бульон процежу теперь сюда добавлю палочку корицы можно сказать одну целую и половинку аниса 6 гвоздичков гвоздики кардамон и белый перец белый круглый перец здесь у меня три литра бульона и сюда я добавлю пока три ложки рыбного соуса его лучше не нюхать соль я в бульон не клала только после того как добавлю соус я попробую на соль и может быть добавлю соль и сахар добавлю немного соли одну чайную ложку сахарного песка попробую теперь на соль поставлю кастрюлю на плиту дам немного покипеть займусь лапшой и суп готов нарежу остывшее мясо теперь приготовим лапшу у меня здесь настоящая рисовая лапша для этого супа теперь соберем наш суп положили лапшу теперь сюда я выложу лук зеленый лук затем белую часть зеленого лука несколько колечек горького перца сюда же я выложу кусочки мяса базилик ростки фасоли теперь заливаем собранный нами суп и нарвем буквально руками сюда несколько листик вмятой сюда же выжимаю дольку лимона естественно был бы лучше если бы это был лайм но ничего вот такая красота у нас получилось если можете есть конечно ешьте палочками надо дать дань традиции если нет ешьте как вам удобно вот такая красота у нас получилось это изумительный суп очень специфический я я надеюсь любителям азиатская кухня понравится мое видео вы тоже попробуйте приготовить это блюдо не забудьте подписаться поддержать мой канал лайками спасибо что были со мной papology типа camps п п shit п Продолжение следует...